Ищите работу. В Министерстве труда не намерены поднимать размер пособий по безработице. Выплаты по-прежнему останутся скромными, но работу в регионе найти достаточно легко. Ненастоящая служба. Выпускники военных кафедр вряд ли получат повестки, хотя в Иванове обучают дефицитные военные специальности. Миллион за метр. За второй этап реконструкции Лежневской подрядчику заплатят огромные деньги, а работа займет полтора года. Криминал определяют рецидивисты. В месяц в Ивановской области совершаются тысячи преступлений. Такие деяния забирают и человеческие жизни. Второй этап реконструкции улицы Лежневской на участке между проспектом Текстильщиков и проспектом Строителей обойдется в 633 миллиона рублей. Исполнителем работ станет компания «Союз Автодор». На весь процесс уйдет полтора года. Сдача этого этапа запланирована на апрель 24-го. Протяженность участка реконструкции 645 метров. Будет новая дорога с несколькими полосами в обе стороны. Также оборудует велосипедную дорожку. На широкой разделительной полосе посадят зеленые насаждения, которые также будут благоприятствовать экологической ситуации в городе. Одна полоса будет выделена для движения только пассажирских автобусов. Запрет на год в период реконструкции для движения грузового транспорта вступает в силу с 15 октября. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 -"Кто арендует, я не знаю. Вот. Они занимались переработкой нефтепродуктов. У них это дело. Вот. У них это дело вот загорелось по неосторожности по всей видимости. И мы пострадали. Соответственно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Безусы призовут в центральных и западных регионах страны, исходя из численности проживающего в каждом субъекте населения. Напомним, что на территории Ивановской области проживает 1 миллион человек. По заявлению министра обороны, частичная мобилизация коснется 300 тысяч человек. Бесплатные физкультурно-оздоровительные занятия могут посещать жители области с ограниченными возможностями здоровья. Дважды в неделю для них открыт спортивный и тренажерный зал и дворца игровых видов спорта. По вторникам занимается Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. По четвергам – Федерация спорта слепых. Для кого-то это отдушина и возможность общения с другими людьми. Но есть и спортсмены-любители, которые участвуют в различных паралимпийских соревнованиях. А Евгений Первердян и вовсе мечтает организовать сборную Ивановской области по плаванию и рассчитывает на поддержку власти и спонсорскую помощь. Хочу найти тренера. У нас есть неплохая команда. Например, мы можем собрать из городского общества из каждого подвида. Например, слепые, глухонемые, подостоя, сидя на колясках, с отсутствием нижних, верхних конечностей. Можно собрать команду, но нужен бассейн, чтобы нам предоставили, например, администрация наша, не администрация. Найти тренера, но это уже будет чуть попроще. Например, можно выложить пост какой-нибудь в соцсети. Кто-нибудь да откликнется. Ну, также, например, на бесплатной основе, хотя бы пару раз в неделю, например, по два часа, он нам предоставил услуги тренера. Сейчас же это распространено во многих городах, ну, крупных, там, Нижний Новгород, там, Москва. У многих есть свои команды, уже паралимпийские команды, которые ездят, участвуют. Вот в предыдущие паралимпиады с Нижнего Новгорода уехало три мужчины, и из них двое заняли один первое, второй второе место, ну, как бы. Машин. Да. В дворце игровых видов спорта пара спортсмена занимается общей физической подготовкой. Занятия проводит инструктор-методист Третья спортивная школа Олимпийского резерва. Для посещения этих занятий необходимо состоять в Федерации спорта слепых или Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Пройти обследование по направлению от одной из них и получить медицинский допуск. В школу в начальное звено пришел ребенок, не говорящий по-русски. Папа был переводчиком. Мальчик несколько старше детей в классе. Мне интересно, чем должен руководствоваться теперь учитель? Что получат в такой ситуации дети? Будет ли этот папа присутствовать на всех уроках? Долго ли продержится учитель? Не приобретет ли какое-либо психосоматическое заболевание? И кто это все разрешил? Родники. Микрорайон Гагарина. Дом 1. Капитальный ремонт дома длится уже 5 лет. Компания не хочет доделывать, ждет, когда жильцы откажутся. Смету нам не показывали, но говорят, что монтаж в работу не входит. То есть они демонтировали все, а монтаж предлагает делать жильцам. Деревня Востро Ивановского района, дом номер 6. В марте подали заявку в управляющую компанию коммунальщик по поводу ремонта труб дымохода. Сформированность метаремонта найден подрядчик. Все лето нас кормили обещаниями, что работы вот-вот начнутся. А в середине сентября объявили, денег нет, платите по 10 тысяч рублей с квартиры. Одна из квартир не может пользоваться газовым оборудованием, так как меняли котелы. Газовые службы не могут подключить оборудование из-за аварийности трубы. Те, кто на данный момент могут отапливаться, тоже находятся в зоне риска. Кирпичи вываливаются из труб. Ждем беды. Деревня Ерпеневка. Моей сестре была вызвана скорая помощь, но ее вернули обратно и отказали в операции на ноге при отсутствии документов. Начали ремонт дороги по улице Афанасьево и уже полтора месяца доделать не могут. Техника куда-то пропала, уже на срезанном асфальте появляются выбоины и ямы на дороге. Есть детишки, те категории детей, у которых нет родителей. Это дети-сироты, у которых родители погибли, один или единственный родители. И дети, оставшиеся без попечения родителей, это те дети, у которых родители лишены родительских прав, ограничены в родительских правах, отбывают лишения в местах лишения свободы, признаны недееспособными, либо по иной причине лишены опеки родительской. Этот перечень далеко не полный, в законодательстве установлен он больше, то есть я просто перечислила основные их виды. В данном случае вот этих вот детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возможно передать под опеку или в приемную семью. Опека – это вид замещающих семей. То есть опека устанавливается над детьми до 14 лет, а попечительство устанавливается над детьми с 14 до 18 лет. Приемная семья – это договор между социальной защитой населения и приемным родителем. Эта приемная семья функционирует возмездно, то есть приемный родитель получает дополнительную к опекунскому пособию зарплату. Чтобы стать опекуном либо приемным родителем, необходимо пройти школу приемных родителей. Школа приемных родителей, я считаю, очень важна. И советую ее не бояться, а идти к этим людям открыто, потому что там вы получите знания законодательства, знания об особенностях этих детей, и возможности решения проблем, которые могут возникнуть в семьях. Кроме того, если человек хочет стать опекуном, ему необходимо собрать документы. То есть у него не должно быть заболеваний конкретного перечня. Все перечислять не будут, но такие наркомания, токсикомания, психические расстройства, естественно, людям с такими заболеваниями не дадут. Не должно быть судимости по определенным тоже преступлениям. Я тоже не буду их сейчас перечислять, они перечислены в законах. Эти люди не должны быть лишены родительских прав. Также учитываются доходы и жилищные условия. Еще хотела добавить, что от прохождения школы приемных родителей освобождены у нас близкие родственники. Это бабушки, дедушки, братья, сестры и люди, которые уже являются опекунами либо усыновителями. Гражданам необходимо обращаться в отдел соцзащиты населения, предоставив папье документов и получить у них заключение возможности быть опекуном. За опекунскими семьями есть контроль, проверяют раз в полгода. Эти семьи, дальше семьи сдают отчет раз в год о расходовании денежных средств в органы опеки и попечительства. Также хотелось бы сказать, что есть, можно установить опеку в согласии родителей. Это происходит в случае, если родителям, например, нужно уехать в длительную командировку, либо лечь на лечение, либо уехать в учебное учреждение учиться, либо если ребенка-подростка необходимо отправить в другой город проживать, то есть в данном случае можно установить добровольную опеку. То есть установить лицо, на которое вы хотите возложить опеку, собрать документы. Необходимо обязательно подтвердить уважительность причины, почему родители сами не могут осуществлять свои обязанности и права родителя. и установить опеку над этим ребенком. Почему это важно? Почему я все же советую в случаях, если родителям необходимо оставить своего ребенка с каким-либо человеком, пускай это будет и бабушка, и дедушка, почему важно? Потому что уехав, может возникнуть разные вопросы. Например, медицинское вмешательство у нас возможно только с согласием законных представителей. В случае, если опека у вас такая не установится и вас здесь не будет, то у ребенка и у бабушки, и у дедушки могут возникнуть вопросы и проблемы с больницей. Установив опеку по согласию, родители ни в коем случае не теряют своих прав и обязанностей. Они по-прежнему обязаны обеспечивать своего ребенка, выплачивать деньги. Опекун в праве исполнять все обязанности законного представителя, кроме одного права, обязанности, это распоряжение имуществом подопечного. То есть, опекун с согласием не в праве распоряжаться имуществом подопечного либо давать разрешение на продажу на распоряжение имущества. При установлении опеки по согласию опекунское пособие не выплачивается. Этих детей содержат родители, как и прежние. Опекунское пособие выплачивается только на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За четыре года в Иванове в нормативное состояние приведут 135 километров городских дорог. В этом году идет ремонт на 113 участках уличной дорожной сети общей протяженностью порядка 42 километров. В том числе это улицы общегородского и районного значения, улицы в жилой застройке и частном секторе дороги к промышленным предприятиям. Сейчас на 20 объектах идет приемка выполненных работ. Ремонт еще 50 улиц выполнен на 95%. Каждый объект обязательно проходит общественную приемку с жителями, представителями ТОСов, руководителями, сотрудниками учреждений социальной сферы и предприятий. В Ивановской области три десятка медиков переехали в малые города и в сельскую местность. Благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в медучреждения пришли 13 врачей и 19 фельдшеров. Штат лечебных учреждений удалось пополнить педиатрами, терапевтами, хирургами, акушерами, гинекологами и медсестрами. До конца года участниками программ станут еще 24 специалиста. За три года же единовременную компенсационную выплату получили 82 медицинских работника. В детских садах приступили к работам по новой программе ремонта дошкольных учреждений. Ремонт уже идет и в 26 садиках, Кенешмяков, Мятейкове и шести районах региона. «Планируем, что до конца года закроем базовые проблемы с окнами, кровлей и коммуникациями в 65 детских садах», рассказал губернатор. Часть детей по согласию родителей временно перевели в другие детские сады. В других же учреждениях работы ведутся в выходные дни. Напомним, цель новой программы решить первоочередные, самые острые проблемы дошкольных учреждений и создать безопасные условия для пребывания детей. Здравствуйте! Это программа «Темные дни». Здесь мы рассказываем о том, что происходит в магазинах, куда двигаются цены и курсы акций, а также делимся полезными рецептами и лайфхаками. Сегодня в программе кризис на рынке ОСАГО, а что происходит с зарплатами учителей, а также покажем индекс макарошек, новые блюда из насекомых и расскажем, нужно ли продолжать платить ипотеку тем, кто попадает под частичную мобилизацию. Начнем с самой обсуждаемой темы – частичная мобилизация. Все, безусловно, идет по плану, которого страна придерживается начиная с 24 февраля. И не время впадать в отчаяние. Но только после объявления о частичной мобилизации что-то случилось на Мосбирже, а также с курсом российских акций. Судя по всему, не все были готовы к такому повороту событий. Война нападетного конца нужна нам как жизнь! Как воздух! Поэтому взгрыземся зубами по вражеской течке! Что это? Война! Довольно горло драть! Показывай пример! Правильно! Давай на фронт! Дмитрий Ковальевич, я с удовольствием! Только я не призывной! Зато все, кто попадает под мобилизацию, не просто потеряют свою работу. Им заплатят, как и контрактникам. Ну и потом заплатят, в случае чего. Заманчиво? Не для всех. А еще журналисты спросили председателя комитета Госдумы по обороне, не освободят ли тех, кто идет на СВО, от ипотеки, например. Кто за меня будет платить ипотеку, если меня, допустим, призовут? Если вас призовут, вы будете продолжать платить ипотеку уже со своей новой получки, которая будет очень высокая. Конечно нет. Что еще за бонусы? Получка и так большая, хватит на все. Кстати, о ценах. Центробанк любезно прислал нам основные показатели инфляции за последние полтора года. Есть с чем сравнить. Причем по конкретным товарным позициям. Интересно? Ну, конечно, вы и сами все видите, но вот документ. Наконец, с конкретикой, а не с общей температурой по больнице. Просто сравним циферки. Ну, например, масло и жиры. Январь прошлого года, август этого года. Молоко и молочные продукты. Январь прошлого года, август этого. Давайте посмотрим мясо. Январь прошлого года, август этого. Ну и завершим наш обзор пресловутыми макарошками. Кто бы что ни говорил, но ивановцы запасались не зря. Вы просто ***, вы все ***. Зачем вам всем *** макарошек? Зачем вам столько макарошек? Почему вы снили все макарошки? Почему вы не хотите *** есть нормальную еду, ***, которую здесь *** в магазине? ***, вы мрази *** советские. Ну, конечно, этот милый мужчина не ест макарошки. Судя по данным Яндекс.Еды, которые вдруг оказались достоянием общественности, Антон Вячеславович заказал себе вкусняшек примерно на полмиллиона за полгода. Ну, так чисто перекусить. А вот, чем предлагают перекусить нам с вами. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров считает, что производство альтернативных продуктов из растительного белка нужно поддерживать, а потребителям менять ментальность по отношению к этим продуктам. Об этом чиновник заявил на сессии выставки Иннофуд, проходящей в Сочи. Вице-премьер признался, что сам пока адаптируется к предложениям производителей использовать растительный белок вместо животного, например, личинок. На выставке Иннофуд такую продукцию представила компания Modern Food Technology. Бургеры с котлетой, которая состоит из растительных белков с добавлением концентрата личинки мух, черной львинки, овощей и аквафабы. Скажите, товарищ, нет ли у вас чего-нибудь вегетарианского? Вегетарианского не держим-с. На вегетарианском приходится сидеть и учителям Ивановской области. По последним данным, уровень зарплат наших педагогов занимает почетное четвертое место с конца в рейтинге регионов. Меньше, ну или почти столько же получают только учителя в Ингушетии, Кабарде и Чечне. Это личный выбор. Знаете, меня часто об этом спрашивают и по учителям, и по преподавателям. Это призвание. А если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю. Ну вот. Ну вот, еще немного новостей для автолюбителей. Кризис на рынке запчастей угрожает сегменту ОСАГО и требует законодательных решений. Круглый стол на тему импортозамещения в ОСАГО состоялся 19 сентября в Общественной Палате РФ. На протяжении последних шести месяцев зарубежные автопроизводители и производители запчастей и комплектующих массово сворачивают производство и покидают российский рынок. Из-за сложившейся ситуации прямые поставки оригинальных запчастей многих зарубежных брендов приостановлены на неопределенный срок, а имеющиеся на рынке запчасти продаются втридорога. Например, по данным международной сети автосервисов Фитсервис, на фоне кризиса автомобильных запчастей цены на некоторые виды товаров в России с начала года выросли на 45-65%. Сильнее всего подорожали автомобильные колодки 65%, в меньшей степени моторное синтетическое масло 40%. Станции техобслуживания не могут гарантировать проведение ремонта за 30 календарных дней, а могут лишь сказать, что, вероятно, запчасти появятся в течение 60 рабочих дней. По мнению участников мероприятия, для нормализации ситуации, необходимо как минимум законодательно увеличить нормативные сроки осуществления ремонта по ОСАГО и закрепить право использования бэушных запчастей. Угадайте, что произойдет со стоимостью полиса. Присылайте свои способы сэкономить и лайфхаки в мессенджер Барса. Делитесь своими идеями и предложениями. Всем нам белой полосы и больше светлых дней. До встречи! Министерство труда не собирается поднимать размеры пособий по безработице в следующем году. В планах оставить минимальную и максимальную планки величины пособия от 1500 рублей до 12792 рублей. Максимальная сумма может быть назначена в первые три месяца после оформления. В следующие три месяца безработные граждане смогут получить только по 5000 рублей. Все это делается с целью стимулирования людей по поиску работы. Тем более, что в Ивановской области число вакансий значительно превышает количество официально зарегистрированных безработных. По состоянию на 1 сентября официальная безработица в регионе составила 0,7% от численности экономически активного населения. На таком уровне показатель сохраняется пятый месяц подряд. Год назад безработица у нас составляла 1%. Потребность работника составляет 12495 человек. Число зарегистрированных безработных 3510 человек. Наибольшая потребность в работниках, в швейном производстве, здравоохранении, образовании, государственном управлении и обеспечении военной безопасности, в торговле и энергетике. За первые 8 месяцев этого года в регионе совершено 8378 преступлений, чуть больше, чем за аналогичный период прошлого года. В основном все происходит в крупных городах и поселках городского типа. В сельской местности всего 14% от общего количества. В результате криминальных деяний погибли 99 человек. На 3 человека меньше, чем в январе и августе прошлого года. Раскрыто больше половины преступлений. Треть преступлений совершено в состоянии алкогольного опьянения. Больше половины рецидивистами. Каждый 25-й случай дел рук несовершеннолетних. Не мог дозвониться до регистратуры в шестую поликлинику. Пришел пешком, стоял у окна, звонил с телефона. Там звонка не шло, а у меня было занято. Телефон под столом. Возможно, они положили трубку, так как после моей претензии сразу начались звонки. И такое не в первый раз. Писали в администрацию на имя Шарыпова и просто с администрацией ругались. Гимназия номер 23. Жутко выглядит. Подъезд к школе. Подрядчик развратил весь асфальт, оставил грудь битого асфальта прямо у калитки. Безопасные и качественные дороги. Плюс дорожники в проекте убрали единственную парковку. Теперь утром там коллапс, разъехаться невозможно. От такого благоустройства воют все жители, родители и учителя. Я собственник квартиры по адресу Иванов, 9-й Соснинская, дом 122, квартира 37. Необходимо провести проверку якобы сделанного капитального ремонта крыши многоквартирного дома. По документам он был сделан еще в 20-м году, но по сути его там не было. Был наложен материал на старый, любые проверки это докажет. В квартире был сделан ремонт, новый, дорогой, а теперь течет с крыши на технический этаж и в квартиру. Ужасно! Живем в сырой квартире из плесени. Управляющая компания Корона на заявки не реагирует. Почему-то по гарантии крыши не делают. Это очередной раз доказывает, что капитального ремонта нет и не было. В поселке Савино есть дом. Раньше он был железнодорожный, потом его передали на баланс Савинскому муниципальному району. Пять лет они не знали, что дом у них. Дом 60-го года постройки, без фундамента, стоит на песчаной подушке, выгребные ямы, газ из баллонов. В 30 метрах от дома железная дорога. Очень опасно. Сейчас идет суд. Там пожилые люди, дети, которым некуда идти и приходится снимать жилье, потому что нет возможности приобрести. Везде плесень, стены вываливаются. Но, по словам администрации, жить можно. По данным федерального штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, по состоянию на 22 сентября в Ивановской области за последние сутки коронавирусная инфекция обнаружена у 343 человек. Госпитализировано 34 человека, выздоровели 405. Всего за все время пандемии в нашем регионе умерли 3163 человека. За последний день нет подтвержденных случаев смерти. В стране за прошедшие сутки заразились коронавирусом 53 457 человек. Умерли за сутки в России 106 пациентов. 9 из 10 домов в Иванове уже получили тепло. В абсолютных цифрах ресурс подан в 2304 многоквартирных дома. Компания Т-Плюс заявляет, что пуск тепла продолжается и проходит в штатном режиме. Учреждения социальной сферы подключены полностью, включая встроенные и встроенно-пристроенные помещения. На эти объекты ресурс начали подавать уже с 13 сентября. Также продолжается подключение к теплу учреждений здравоохранения. Отопление уже есть в 167 зданиях больниц, что составляет 92%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова